Привет, друзья! Давайте поговорим про мотоцикл ГАЗ-ГАЗ. Почему он стоит на 100 тысяч рублей дешевле, чем КТМ? Ну, опомнился ты, Васильевич, ты даешь! Мы уж тут ездим год на этом ГАЗ-ГАЗе. Что, собственно, не доложил КТМ на 100 тысяч рублей и хуже ли он на 100 тысяч рублей? Сегодня мы будем сравнивать вот этих двух красавцев у меня за спиной. Можно ли купить ГАЗ-ГАЗ и, собственно, вложить в него еще соточку и получить мотоцикл лучше, чем, например, КТМ? И можно, конечно же, вот давайте прямо сейчас с Вами это и сделаем. Вообще, чего, собственно, технически в этом мотоцикле не хватает, как вот, например, в КТМ? В общем, я нашел 16 отличий. Если Вы нашли больше, пишите в комментариях об этом. В общем, все про ГАЗ-ГАЗ. Поставим два мотика рядом и будем вместе с Вами разбираться, что хорошего, что плохого. И, кстати, парням из Хартенбуро.ру большой и пламенный привет. Поехали. Привет, спортсмены! Давайте вместе сейчас с Вами поразбираемся, что такое мотоцикл ГАЗ-ГАЗ. И сейчас на той стороне, так сказать, голубого экрана. Сейчас все-таки, блин, владельцы ГАЗ-ГАЗа. Ну, опомнился ты, Васильевич, ты даешь. Мы уж тут ездим год на этом ГАЗ-ГАЗе. Кто-то уже купил, продал новый, вот это все. А Хартенбуро.ру сейчас такие, ха-ха-ха-ха. Дорогой мой друг, с 9 по 12 сентября эндуро-тур в Изборск, Псковская область. Это невероятное место рядом с границей с Эстонией. Просто с фантастическими северными пейзажами, красотой, резкими спусками, подъемами, ну и, конечно же, лесом. Эти красивые дореволюционные доты. Невероятные какие-то хутора. Все это мы с тобой увидим, переживем, будем жить с тобой вместе все три дня, поэтому давай собирайся. Есть, кстати, и прокатные мотоциклы. Всего 12 мест, больше не возьмем, это хутор ограничивает количество мест, поэтому поторопись. Телефон Палухи оставляю вот внизу под описанием. Никаких скидок не будет, будет исключительно только эксклюзивность в этом туре, потому что будет очень крутая компания, будет невероятное совершенно путешествие, и тебя это не выкинет из работы всего три дня. Пожалуйста, можем, кстати, и твой мотик привезти, поэтому поторопись. Давай вместе с нами в Исборск, Псковскую область, на границе с Эстонией. Поехали! А вот я вам всем и объясню, что ГАЗ-ГАЗ, ребяточки, вы и не знаете, потому что мы сравнили ГАЗ-ГАЗ, так сказать, и КТМ одинаковых почти годов, и можем вам рассказать, в чем, собственно, разница. Это видео для человека, который думает, покупать этот мотоцикл ГАЗ-ГАЗ или нет, и вообще чуть-чуть замотит. Мы искренне считаем, и с научной точки зрения подошли к этому вопросу. Радиус у ГАЗ-ГАЗа больше, а в формуле мы видим, что радиус, он влияет в квадрате. Юра Кашин, наш младший научный сотрудник канала «Все в эндуро», провел настоящую просто математическую научную работу, за которую нужно дать диссертацию. Поставил два мотика и вот этими всякими формулами с его педантичностью вычислил, вычислил для вас, так сказать, вот эту всю красоту, что в нем такого особенного. Привет, спортсмены, на связи Кашин, и сегодня мы будем сравнивать вот этих двух красавцев у меня за спиной. Это КТМ 2022 года и ГАЗ-ГАЗ 2023 года. Это обе трехсотки, ГАЗ-ГАЗ в среднем по рынку стоит дешевле на 100-150 тысяч рублей. И сегодня попробуем разобраться, почему же он дешевле. Для тех, кто в танке и не знает, мотоцикл ГАЗ-ГАЗ – это младший брат мотоцикла Хускварна и КТМ. Значит, он стоит дешевле всех, кстати, где-то там 100-120 тысяч рублей, а это значительно, ребята. И это, кстати, один из драйверов для покупки именно этого мотоцикла, но в России уж точно. А, кстати, в Европе тем более, потому что, когда мы были на всяких соревнованиях, было огромное количество ГАЗ-ГАЗов. Например, Альфредо Гомес держит прокат. Подумайте, с чем? Правильно, с ГАЗ-ГАЗами. Мы получаем порой сотни сообщений от вас и стараемся на всех них отвечать. И вот одно из самых частых, где, собственно, купить резину. Где вы сами себе покупаете резину, где вы достаете вот те самые позиции, про которые мы с вами так прекрасно знаем. Например, Мишлен, Мицеллер, Митас, в конце концов. Да, действительно, сейчас это все довольно сложно. Но выход есть, и я сейчас с тобой этим поделюсь. Оставляю тебе под описанием этого видео очень важный и нужный контакт парней, которые уже очень много лет занимаются поставкой резины в России. Они привозят резину эксклюзивную и не только в ходовые, в общем-то, позиции тоже. На эндуро, на мотокросс и, конечно же, на дорожную мототехнику. Все для того, чтобы мы с вами получали удовольствие. У парней есть довольно большой склад с ходовыми позициями по резине, которые нужны всегда. Ну, а главное, у них есть уникальная возможность заказать на твой дорожный, кроссовый или эндуро мотоцикл абсолютно любую резину, тюблис, мусс, все, что касается колес вообще, из любой точки мира. И это очень круто, сделают они это дешево, быстро, но, а главное, это доступно для обычных пацанов. Поэтому обязательно вот здесь вот контакты, если сейчас не надо, то запиши, потому что потом, блин, опять будете меня спрашивать. Есть у них и WhatsApp, есть Telegram, есть, собственно, сайт. Все для того, чтобы вы могли и там, куда удобно вам обратиться. Вот, ребятчики, рекомендуем этих парней, сами пользуемся, сами у них покупаем. Ну, и поделились с вами, продолжаем смотреть видео. В общем, я нашел 16 отличий, если вы нашли больше, пишите в комментариях об этом. Начнем сверху вниз. Первое визуальное отличие – это руль, то есть геометрически никак не отличается. Это тот же самый Nekin, на нем написано, что это made by Nekin, только не нарисовано красивого логотипа, и, собственно, он серый. Все. На KTM он черный и с логотипом. Второй момент. Отличаются пульты, да, то есть кнопки расположены наоборот. Вот здесь, кстати, на газгазе есть такой небольшой лайфхак, чтобы сделать третье положение выключателя света, то есть можно вообще выключить фару. Вот здесь вот эту фишку. Отламываем, и у нас получается вот три положения. На KTM, соответственно, пульт другой. Кнопки расположены по-другому, и вот нет такой возможности сделать со светом так. Следующее отличие – это машинки. Кот, помолчи, блин. Где тудьба? Соответственно, на газгазе стоит BrackTec сцепления и тормоза. На KTM стоит Brembo. У BrackTec две проблемы. Первая – это тормоза, а вторая – это запчасти. Непосредственно там ремкомплекты, ручки и вот это все, что с ними связано. Давайте разберем сразу две. Значит, первая проблема – это тормоза. Не во всех мотоциклах это присутствует, но эффект есть. Иногда он всплывает, иногда пропадает. Юра тоже наверняка об этом скажет. Тормозишь, 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 тормозов нет, 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 раз, и резкий тормоз. Подобная история, ну, как бы, дело привычки. Понятное дело, что в отличие, например, от той же Brembo, где модуляция понятная, и вот сколько бы ты ни нажал, столько она и затормозит, в BrackTec есть такой эффект. Но если мы вспомним с вами тормоза Nissin, то, собственно, в них тоже присутствует такая история, и к ним тоже надо привыкать. Говорят, что достаточно просто там поездить какое-то время, и, в принципе, этот эффект, а, пропадает, б, собственно, может быть, ты к нему просто привыкаешь. Второе – это у нас запчасти. Дело в том, что мы довольно часто рвем всякие гидролинии, ремкомплекты на BrackTec, ручки на BrackTec. Все это стоит дороже, и купить это все гораздо сложнее, чем на Brembo. Например, поехали куда-нибудь там на гонку, собственно, на Brembo все есть, потому что это KTM, а вот на BrackTec сложности. Хотя BrackTec стоит, в принципе, и на Husqvar не стоял до какого-то времени. Первые мотоциклы с BrackTec, у них были сложности сцепления. Вроде как сейчас таких проблем нету. Продолжаем смотреть видео. В общем-то, все про BrackTec вам рассказал. Вот, также они имеют разные гидролинии, да, то есть у Brembo, видите, она прямая. То есть в этом есть небольшой минус, конечно, что вот защита рычагов, с PowerParts у меня стоит пластиковая, она как бы, ну, встает условно в одно положение. Если ты хочешь чуть-чуть наклонить рычаг, то тебе приходится вместе с защитой все это дело загибать, да, ну, либо использовать какую-то другую защиту с ответными штуками к траверсе креплениями. Вот, на BrackTec выжим, кстати, чуть-чуть легче, по ощущениям, ну, может быть, субъективно, но, по крайней мере, мне так кажется, опять же, новый мотоцикл, старый мотоцикл, да, то есть есть разница. Просчет брать не будем. Что касается гидролинии, то здесь она может настраиваться, угол, да, то есть ослабляем вот эту вот гаечку и чуть-чуть ее вверху вводим. Поэтому здесь вот такая же защита с PowerParts, она уже защищает, как бы, руку получше, потому что ее можно поднять повыше. Следующее отличие, более существенное, потому что оно, ну, хоть сколько-то стоит, да, в этом можно увидеть экономию. На газгазе отсутствуют вот такие вот шайбы преднатяга, то есть регулировки преднатяга пружины, вилки. Вот, на газгазе это выглядит вот так. Я сейчас уже местами махнул, с КТМа снял, поставил себе на газгаз. Все это подходит. В остальном вилки идентичны, кроме шимстеков. Внутри вилка по комплектующим практически не отличается, то есть партномера одинаковые, отличаются лишь настройки. Разные шимстеки, то есть наборы шайб, вот эти пирамиды, и также разные гидростопы. На 22-м году мы имеем одно маленькое отверстие, на 23-м году в газгазе уже несколько по периметру крупных отверстий. Вот, то есть, но в принципе это нормально, потому что если посмотреть сеттинг листы, то даже в рамках одного года модельного, 22-й год, если мы возьмем, то у газгаза, у Husqvarna и у КТМа будут разные настройки вилки. То есть даже это видно вот в этих сеттинг-листах, что разный набор шайб стоит. Поэтому, возможно, и на 23-м году у КТМа мы увидим нечто похожее. То есть пока сеттинг-листов на 23-й год нет, это нужно разобрать вилку с 23-го года и посмотреть, собственно, как она устроена. По поводу переднего тормоза газгаза, кто-то говорит не тормозит, кто-то меняет колодки, кто-то говорит там какие-то диски разные. В общем, диски тормозные абсолютно идентичные. И там, и там стоит галфер, одинаковый парт-номер, все одинаковое. Отличаются машинки, да, то есть, ну, понятно, здесь брэк-тек стоит, суппорт. Здесь стоит брембо. Разные колодки стоят. Кот, отфали, блин. Разные колодки стоят. То есть на брембо стоят брембо оригинал, а здесь на газгазе стоит галфер. Что касается моих личных ощущений по тормозам, когда мотоцикл был новый, то есть совсем, да, мне тоже не понравилось. То есть после брембо ты их, конечно, выжимаешь чуть ли не двумя пальцами. Вот покатался я часов, наверное, 15 на этом газгазе уже, и сейчас привык. То есть они притерлись, тормозят лучше. Ну, и еще говорят, что можно просто поменять колодки, там, мотомастер какой-то ставят. И типа тормоза более отзывчивые. В общем, пока все устраивает, катаюсь на стоке, колодки время придет менять, поменяю. Либо на оригинал брембо поставлю, они, кстати, подходят. Либо вот этим мотомастером. Вообще, задача этого видео, помимо того, чтобы перечислить 16 всяких отличий от мотоцикла КТМ, это еще и денег потратить. Да потому что мы с вами, так сказать, виртуально не КТМ купили, а выбрали газгаз, сэкономили в районе 120-150 тысяч рублей, и это неплохо, согласитесь. Так давайте же вместе сейчас протюнем этот мотоцикл, а вы мне там помогайте, пишите в комментариях, потому что все мы читаем, собственно. Итак, что бы сделал бы я с этим мотоциклом? Вот я лично. Значит, я бы, конечно же, поставил на него Дель Соджу, ну, потому что действительно огромное отличие от подвески стандартной. Значит, почему не в IP, наверное, вы спросите, картриджи? Да потому что у нас с вами бюджет не такой большой, Дель Соджу стоит в районе 50 тысяч рублей, и этого вполне достаточно для того, чтобы протюнить переднюю вилку и задний амортизатор. Вот так вот у вас будет мотоцикл, ездить просто супер не узнаете. Значит, дальше, мусотюблес, значит, на это мы потратим где-нибудь там в районе, ну, давайте там, 25 тысяч рублей, это еще, у нас получается 75. Стропу назад, это у нас 76. Голову С3 обязательно золотую я бы себе поставил туда, но потому что, хотя говорят, что газик-то получше, что касается низов за счет вот этого своего маховика, но все равно, ребята, ощущение, когда ты ставишь другую головку, то вообще это прям настоящая песня. А потом привык, потому что вот когда ездил без золотой головы, у меня, по крайней мере, на КТМе было ощущение такие, первой уже много, а второй еще мало. Как только поставил себе золотую голову, то сразу стало ощущение, что второй вот так вот. Фактически всегда еду на второй, и это хотите, потихонечку ползите, хотите, быстро откручивайте, всего достаточно низов. Дальше, значит, у нас получится, ну, голова стоит, я, по-моему, если не ошибаюсь, чем-то в районе 20 тысяч рублей. Это у нас получается с вами с 85, 86 там тысяч. Дальше, подножечки С3, ну, прям, можно, конечно, не ставить, но я поставлю, но это прям тоже песня. Десяточку потратим, это у нас 95. Ручки С3 или моя Клаб, потому что не ставлю себе гарда защиты, не нравится мне эта история, и, собственно, вот эти вот ручки, прям настоящий кайф, и просто супер. Можно ездить без проблем, ничего не обломается. Из защиты поставил бы себе только защиту радиатора, значит, и то неполную, а вот, собственно, защиту резонатора ставить бы, наверное, не стал. Ну, потому что тяжелая, потому что там не очень это удобно все. И вот вроде бы по тюнингу мы закончили, мы как раз потратили там от 120 до 150 тысяч рублей, и это действительно намного лучше мотоцикл получается, чем, например, КТМ. Но, ребятчики мои, я тут пошел дальше, и, так сказать, узнал, что такое TSP. Это такая технология, точнее, новый, так сказать, бренд, точнее, набор. Набор, ребята, настоящего удовольствия для всех владельцев TPI. Был создан, собственно, какой-то там австралийской компанией. И вот я нарвался сейчас, когда искал, готовился к этому выпуску, что наши зарубежные коллеги на газ-газик вешают, чтобы он ездил лучше, и увидел вот эту прелесть. Значит, в коробочке вы покупаете себе что-то типа головы S3, туда же вам кладут новые мозги, точнее, или могут забрать ваши старые, перепрошите привезти вам. Значит, конфету, конечно же, и свечку. Значит, вот, собственно, такой набор вы получаете для того, чтобы ваш мотоцикл ехал вообще там в разы-вразы лучше. Я себе такую штуку заказал, в ближайшее время я ее получу, и сделаю для вас обзор. Очень хочется, конечно же, вам про всю эту историю рассказать, потому что, например, в отличие от головы S3, где мы просто головочку ставим, и больше ничего. Тут еще и мозги шьют! Что там шьют? Что там? Я-то вот это все перерыл. Количество огромных тестов, диностендов. Говорят, что там просто настоящая пушка-гонка получается. Будем тестировать сами, пока никаких промежуточных выводов делать не буду. Но такие комплекты есть, они продаются, и интересно, конечно, на них погонять. Очень важная информация для моих друзей. Дело в том, что в Формуле X, тот, что огромный торговый центр расположен на юге Москвы, невероятная сейчас распродажа всего того, чего мы с вами любим. Там есть такой прекрасный магазин, как Enduro Cross, и, собственно, он сейчас по промокоду Formula X дает очень хорошие и крутые скидки на экипировку запчастей и расходные материалы для эндуро-мотоциклов. Поэтому поторопись, дорогой мой друг и товарищ, не жди, пора, тот самый момент настал, когда копилку надо разбивать, и идти в магазин, звони прямо сейчас, потому что товара хватит, как ты понимаешь, не на всех, потому что до 30 сентября, собственно, буквально остается там 5 дней до того, чтобы ты смог выгодно все приобрести, что касается мотоцикла, эндуро, конечно же, экипировки и, конечно же, запчастей. Ну, а Formula X огромнейшее спасибо за то, что поддерживает канал Все в эндуро. Я напоминаю, что это огромный торговый центр, посвященный оффроуд тематике, квадроциклам, мотоциклам, снегоходам, гидроциклам. Все, что нужно настоящему мужчине, есть в Formula X. Колесные диски, по сути, это тот же самый XL, только не крашеный. Здесь они черные у PTM, здесь они не анодированные, то есть обычные. Задний тормоз, также разные устройства, здесь Brembo, здесь Brake Tech, но есть одно такое важное, на мой взгляд, отличие. На Brembo, смотрите, в стоке идет вот такая вот фторопластовая пластинка, то есть вот эта вот железная часть, и между ней и колодкой идет вот эта фторопластовая пластина, которая не передает тепло на суппорт. Вот здесь на Brake Tech такой пластины нет. Соответственно, если вот после спуска вы потрогаете рукой тормоза, то они будут очень горячие. В принципе, вскипятить их у меня не получилось пока что, но такой страх, риск, что они закипят, есть. Поэтому решается это все покупкой оригинальных колодок Brembo, да, или, по-моему, Тойо они называются. И, собственно, в них уже идет эта пластина, можно просто поставить, и будет все нормально. Следующее ключевое отличие газгаза от КТМа, это диаметр ротора, да, он же маховик, он же ротор. В общем, на газгазе он имеет больший диаметр, именно поэтому люди говорят про него, что, типа, на нем больше низов, да, но это не про крутящий момент, это про момент инерции, об этом вставка подробнее. Вот такие получились расчеты от гуманитария, поэтому строго не судите, но я думаю, что смысл я уловил правильно. У КТМа ротор тяжелее, у газгаза легче на 50 грамм. Данные я взял у Жени Качкурова, он их взвешивал. Вот, но за счет того, что радиус у газгаза больше, а в формуле мы видим, что радиус он влияет в квадрате, то есть увеличение радиуса для маховика ротора это как бы, ну, круче, да, в 4 раза, чем увеличение массы. Вот, такие расчеты получились, диаметры я замерил, берем формулу для полого толстостенного цилиндра, да, так как у нас есть два радиуса внутренний и внешний. Все это дело складываем, массу делим на 2, умножаем, и получаются вот такие данные. Общая разница у меня получилась в 8%, то есть момент инерции у газгаза на 8% больше, чем у КТМ. И еще одно, конечно же, масштабное отличие газгаза от КТМа это амортизатор, да, то есть он другой, на газгазе он имеет поршень диаметр 50, на КТМе диаметр 46, на КТМе отсутствует эта рычажная система, называемая прогрессией, на газгазе она присутствует. В каждой системе каждый для себя находит свои плюсы и минусы. Кому-то не нравится прогрессия, то, что ее нужно обслуживать, то, что она цепляется за всякие там бревна, камни, когда вы едете из стадиона или какие-то там, да, хардовые треки. защитники прогрессии говорят, что потенциал подвески, он как бы лучше, но это и логично, то есть, во-первых, там и на газгазе и аморт больше, да, то есть по диаметру, и прогрессия тоже создает вот этот дополнительный, так скажем, трекшн, то есть колесо очень плавно гуляет и, ну, практически не отрывается от земли. По подвеске газгаза хотелось бы такое лирическое отсупление сделать небольшое. когда я первый раз на нем поехал, вот он как с завода я его, собственно, собрал, ничего не крутил настройки, регулировки. Внимание, друзья, сейчас Юра Кашин будет делиться своим опытом настройки подвески. Если вы в этом ничего не понимаете, это нормально, потому что нам тоже довольно сложно понимать иногда Юрку. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим и, собственно, подумаем о вечном. А кто-то наверняка, человеку, которому нравятся какие-то более технические видео, оценят Юрин порыв, так сказать, на максимум. Поехали. Поехал и мне не понравилось. То есть вилка, она вообще не съедала мелочь, очень била в руки все вот эти там мелкие камни, да, скоростные участки. Вообще невозможно было ехать. Вот. Аморт то же самое. То есть я ездил там привычные свои подъемы, ходовой подъем, вторая газ в палац, там где-то какие-то корни, да, которые нужно отработать, жестко подвеску там ногами вдавить. Не получалось. То есть одна попытка, вторая, третья просто разбалтывает и все, в корень врезаешься, тебя выносит. Потом поехал с Валерой сто процентов. Покатались мы чуть-чуть, короче, и он мне вот посоветовал ее подраспустить еще сильнее. И в итоге что получилось? то есть вилка по 21 клику отбой и сжатия я распустил, то есть от закрученного к ослабленному 21 клик, амортизатор быстрое сжатие 2 оборота, амортизатор медленное сжатие 19 кликов ослабил и отбой затянут был на 13 кликов, то есть 13 кликов к ослабленному. И при таких настройках даже в стоке мотоцикл поехал. То есть реально меньше стало бить, все эти подъемы там уже заехались сразу же после настроек. То есть мотоцик реально даже в стоке очень достойно поехал в Харди. Подвеска очень такая мягкая. Но в любом случае, когда ты уже там участвуешь в гонках и едешь чуть быстрее, чем там новичок, да, то уже хочется все равно тюнинга, поэтому я поставил вилку Дал Соджио, переставил с КТМа. Амортизатор пока оставил стоковый, потому что мне не пришел поршень. И уже, то есть вообще прям, опять я ощутил тот самый кайф, который я ездил на КТМе, то есть моя вилка заработала. По поводу СЕГа, статик СЕГ стоит 40 мм, райдер СЕГ, то есть прожимается подо мной на 110 мм. Вот. Опять же иду здесь на небольшой эксперимент. на КТМе я ставил пружины под свой вес. Мой вес 75 кг, в экипе примерно 90 кг, то есть я уже не попадал в эти стоковые пружины 75-85 кг, ставил следующий шаг 85-95 кг. На ГАЗГАЗе решил оставить пока полный сток, то есть пружины под 75-85 кг. есть такая теория, что для харда делают пружины на шаг ниже. Вот пока 15 часов катаюсь, все нравится. На спусках ощущается, да, то есть когда пружина стояла под больший вес, то есть она так не проседает на каждой кочке, и мотоцикл, передок ощущается выше, и ты как бы едешь, но более уверенно быстрее. Здесь вопрос, наверное, привычки, то есть сминается вилка чуть-чуть больше ход, и как бы ты должен это отрабатывать с руками, со стойкой, то есть пониже садиться. Вот, пока, в общем, экспериментирую, есть как бы свои и минусы, и плюсы на более мягких ездить, зато очень хорошо отрабатывает всякие там невысокие скорости, то есть ты вообще не устаешь, потому что подвеска такая резиновая, какие-то ручьи каменные ездить, в общем, очень приятно. Короче, поезжу еще там часов 50-100, поезжу на гонки, пару-тройку гонок проеду на таких пружинах, и потом уже буду делать выводы, все-таки ставить под вес или под хард, можно действительно, как советовал Марио Роман, ставить на шаг ниже. Ну, а, собственно, если вы купили новый газик и не собираетесь пока ставить тюнинг, и вам не нравится, как работает стоковая подвеска, можете попробовать этот сетап, я оставлю его в описании, попробуйте так же, как я, распустить вилку, распустить сжатие и чуть-чуть подтянуть отбой, выставить сек под себя, само собой, и попробовать покататься, возможно, это вас и устроит, то есть, сетап конкретно под хард эндуро, не под какие-то там скоростной мотокросс. По отличиям, что еще? В стоке у КТМ идет защита картера, ну, то есть, это сейчас не она, но она вообще в стоковое есть защитка такая пластмассовая, у газгаза ее не идет, у газгаза в стоке отсутствуют вот эти вот лопухи, то есть, отдельно я их покупал, у КТМа они присутствуют. Крышки зажигания и сцепления отличаются, то есть, на КТМе, на газгазе выглядит она по-массивней, подозреваю, что и весит больше, скорее всего. Такая крышка зажигания. В принципе, это все отличия, которые я нашел, что касается моего ощущения, впечатления от мотоцикла, пока я очень доволен газгазом, понятно, что здесь есть эффект нового мотоцикла и старого мотоцикла, да, здесь как бы нету никаких микролюфтов, ничего, он такой сбитый, весь мягкий, гладкий, сцепление там еще не поджаренное, ну, понятно, что новый есть новый, но, опять же, ощущение, здесь стоит прошива экстрим и там прошива экстрим, ощущение от езды именно вот на холостых оборотах, на каких-то карабканьях, в гору, то есть, оно действительно другое, то есть, если мы взглянем, опять же, и на шимстэк-подвески в базе, да, и на все эти изменения с маховиком, то, ну, можно сделать вывод такой, что газгаз действительно смотрится в сторону хард-эндуро, то есть, он не такой там приемистый, как КТМ, то есть, не такой подрыв у него, дикий, но вот именно карабкаться, ползать на низах, одно удовольствие на нем. Друзья мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, что мы ответили на все ваши, собственно, внутренние вопросы, можно ли покупать газгаз или все-таки смотреть на КТМ, по моим личным ощущениям, скажу вам честно, КТМ, на мой взгляд, более сбитый, более жесткий, более такой продубасный мотоцикл, мотоцикл, который тебя немножечко провоцирует, ну, такой вот он прям, газик более такой диванный, спокойный, и вот, как правильно Юра сказал, наверное, больше в сторону Hard Enduro. Я для себя понимаю, что, если бы я сейчас покупал мотоцикл, то, наверное, все-таки выбрал бы газгаз, потому что накрутил бы на него вот эти вот 150 тысяч рублей, и у меня получилась бы настоящая прям красота, потому что, покупая КТМ, ты в любом случае весь этот тюнинг тоже будешь ставить. И намного ли он хуже? Да нет, точно не хуже, так сказать, газгаз, КТМ, если сравнивать КТМ с тюнингом за 150 тысяч рублей и газгаз с тюнингом, вообще два фактически одинаковых мотоцикла, но по характеру все-таки они немножечко разные, друзья мои. Конечно, безусловно, выбор за вами, но свое точку зрения я вам рассказал. Для вас работал Кирилл, Павел и, конечно же, Юра Кашин. Спасибо большое, что досмотрели до конца, всех вас обнимаем, увидимся на гоночках. Субтитры сделал DimaTorzok